На этих кадрах навигация в Ленске в конце 90-х, время кризиса для речных предприятий. Объемы грузоперевозок минимальны, а некоторые речные предприятия и вовсе закрываются. Именно тогда, в 1998 году Алроса создает собственную судоходную компанию Алроса Лена, чтобы бесперебойно снабжать регион и производственные площадки грузом, а также исключить риски работы с подрядчиками. В свою очередь подрядные организации, конечно, диктовали свои условия. Это ценовая политика, сроки, вероятность была срыва, также недовоза в полном объеме. Поэтому руководство компании Алроса приняло решение создать дочернее общество. Вот так и началась наша деятельность на реке Лене. А началось всё с семи единиц флота и девяти десятков человек в коллективе. В начале нулевых суда компании перевозили 65 тысяч тонн груза за навигацию. Спустя четверть века объемы увеличились в шесть раз. Сегодня у Алроса Лена 29 судов и штат из 200 человек. С самого дня основания в судоходной компании работают три человека. Сергей Добрынин, капитан Михаил Аллатков, профессию речника влюбился с малых лет. Детство провел на теплоходах и пароходах с отцом. Судно для капитана, второй дом и большая семья. Ведь воспитал на флоте несколько поколений. А ребятишки приходят студентами, просятся на следующий год, возвращаются. Ежегодно это. Сейчас у меня два человека в армии служат. Уже звонят, просят, чтобы на следующий год место было. Ну а те мотористами, которые начинали, уже многие капитанами работают по столько лет, и помощниками, и всегда приветствуют при расхождении дружеские. Всегда открыты для них двери, они с удовольствием приходят в гости, мы общаемся. Привлекать и воспитывать молодые кадры, а также повышать престиж профессии – одна из задач Алроса Лена. Второй год на производственную практику приглашают студентов из Осетровского и Киренского речного училища. В этом году набрали 15 студентов. Это мотористы рулевые, судовой электрик и девушки-матросы. Для них это отличная практика и подработка в летний период. Ещё одна главная цель – бесперебойно и качественно доставлять груз. Ведь Алроса Лена – важное звено в логистической цепочке не только для Алроса, но и всей Якутии. Учитывая, что речной транспорт в регионе является безальтернативным, наша задача здесь и наша роль здесь, она достаточно такая серьёзная. Дело в том, что действительно спрос на речные перевозки растёт. И на сегодняшний день даже превышает где-то предложения. Потому что в регионе в целом развивается, сюда приходит много подрядчиков, много недропользователей. И ни один крупный проект в регионе не обходится без речного транспорта. 25 лет Алроса Лена стабильно следует курсу на развитие, расширение и улучшение по всем фронтам. Среди флотских случайных нет. Такие люди отсеиваются после первого года работы на реке. В экипажах остаются только проверенные, влюблённые в профессию и речную романтику. 2 июля они отметят две даты – юбилей судоходной компании и профессиональный праздник – День работников речного и морского флота. Накануне 25 сотрудников Алроса Лена получили республиканские и муниципальные награды на торжественном собрании в честь 25-летия судоходной компании.